хорошо дорогие поэтому сегодня я ну может быть буду говорить чуть-чуть так сказать не буду разводить воду хочу говорить конкретно благодать сила для управления можете записать если ты пишешь благодать это сила для управления когда я спрашиваю людей что такое благодать многие верующие даже они даже вообще не знаю что такое они все что говорят это благо это хорошо ну и дар хороший подарок с неба в чем заключается спасение все это значит что мы теперь будем не грешить если получится по благодати а если нет и получится тогда по благодати нас помилуют и все сегодня я хочу чтобы моя самая большая страсть вообще и желание относительно церкви чтобы люди наконец-то начали управлять и брать ответственность свои руки благодать это не то чтобы сесть занять какое-то удобное положение и вот оно изливается тишь да глаз да божья благодать да это вообще не то и сегодня я верю что каждый человек то еще и понимаешь что благодать это сила для управления поймет и примет это на вооружение меня это окрыляет мне мне просто это так нравится особенно если у тебя есть проблемы с так называемым упование а для тебя это будет ответ упование это иногда вообще не то что мы думаем многие связывают упование с таким терпеливым ожиданием связанным с ничего не делаем я уповаю на господа то дом горит но господь же надо ждать уже спину обжигает надо ждать но благодать это сила для управления я сейчас встану и бог мне поможет вот что такое благодарность это вкратце это укореняет людей это делает их бесстрашными когда ты понимаешь его отдано вообще-то все в твои руки так все в божьих руках да нет все в твоих руках и бог тебе поможет реализовать это вообще-то все в твоих руках самое главное если ты с этой с этого учения больше ничего не запомнишь запомнят но там же написано не полагайся на разум твой так я и не говорю полагаться на разум свой но знаешь все в твоих руках вообще все слабая вера неукорененность это то что сегодня сильно огорчает бога я думаю что не открываю сейчас не изобретаю велосипед эти как и вчера я говорил за это огорчает то что иногда люди они готовы сдаться от малейшего изменения обстоятельств верующие люди христиане малейшее как это неудобство булочки в церкви не раздают все я не пойду не это не про нас с работы выгнали знаете какой-то график поменялся какой-то начальник там чумазый что-то сказала я уже все у меня знаете ну извините что-то говорю начальник божий слуга на она бывает и человек не идет страхи какие-то мы вчера говорили о том как сделаться бесстрашным если утром снова на этом над этим размышлял и вспомнил такую историю они тут когда сатана церковь приходит знать пришел сатана церкви и люди как увидели его испугались кто в окна выпрыгивает кто выбирает все короче а он идет такой борьба на кого не посмотрите на него и тут подходит на вис над ним и говорит ты что не боишься меня а дедушкам отвечают чем не тебя бояться я с твоей сестрой 35 лет уже живу дедушка оказался что опыт внутри поэтому ну мы сегодня можем и пошутить посмеяться но правда в том что будь непоколебима сейчас богу это угодно больше всего некоторые люди гонятся за чем-то на самом деле больше нужно стойкости ефесянам 6 глава когда говорит за все оружие в расширенном переводе там написано так как в синодальном написано все преодолевшие устоять а современном написано когда битва будет закончена вы должны все еще стоять битва окончена и самое главное остаться стоять на ногах не не знаешь не пасть там смертью храбрых даже а битву выиграть и остаться стоять на ногах вот эта программа минимум поэтому стойкость она даже выше победы стойкость она и есть победа по сути дела говоря бог говорит положу к твоим ногам но если ты лежишь это будет выглядеть как венок в гробу что положу врагов твои это имеет смысл если ты стоишь на ногах тогда у ног твоих лежат враги стойкость сегодня самое главное я это не собирался говорить я знаю что это важно христиане мало видят благодати честно мало потому что не хотят ничем управлять своей жизни благодати много очень много но если бы я сейчас лично тебя спросил вот назови что в твоей жизни благодать и ты бы скорее всего большинство людей я проверял они начинают говорить о тех вещах которых не показать не могут не не доказать вообще ничего там что-то там на небесах нас всех ждет это читал переписку трех грешников форме одну там упал самолет и один лучше на поездах ездить второй там ответил ему нехорошо а третий пишет ты не переживай бог всех нас ждет в районе видно что неверующий человек пошутил это не то сегодня благодать кто из вас бы хотел видеть вот своей жизни физически вот здесь пока ты на земле там то понятно все будет хорошо но хотелось бы хоть кусочек увидеть здесь причем осязаемо так мы видим солнце встает дождь идет благодать но написано что благодать вот такая как солнце и дождь она изливается и на праведных и на неправедных когда я спрашиваю у человека верующих скажи докажи что бог тебя благословил написано дай отчет своему пованию объяснить чего ты взял что бог тебя благословил так написано в слове божьем хороший ответ что-то можно увидеть конкретно ты хочешь сказать что должно прямо все так процвета там вообще не в этом речь наши тебе скажу что если человек не управляя собой нету в его жизни никакой благодати может она и есть но он не пользуется потому что благодать это сила для управления можете запомнить и записать это сила управлять сейчас докажу но чуть-чуть еще скажу за благословение или люди иногда начинают перечислять доказывая что они благословены они говорят ну как же как же вот давечен недели две назад иду так это я по улице смотрю двадцатка валяется а мне как раз не хватало на талон ну или двадцатка не знаю сколько у вас талон стоит ну я к слову да фигурально и что это за благодать ну ты хочешь сказать что грешники не находят деньги на асфальте иногда хоть раз но у каждого было там копейку какую-то нашел там порадовался ровно две секунды и забыл через год ты уже даже не вспомнишь даже через два дня благодать ли это перед а вот был случай получше удача так повернулась уже начинает говорить чуть ли не фортуна да халява такая пришла слушай кто-то умер наследство осталось например играть благословение ну с точки зрения измеримости может деньгами там если те недвижимость составили ну похоже на благословение ну как понять благословение это или нет я ему возражаю такому человеку слушай а тот он прикинь душу продал сатане ты смотри как он живет тебе не снилось благословение это он же душу продал ну я этого не могу тебе прямо взять копию контракта предоставить ну например может и не добился чего-то поступил куда-то вот благословение чем она вообще от халявы отличается ничем отличается от чем вот большинство людей духовных людей они не понимают что благословение оно вообще к халяве не имеет никакого отношения сказать ну ведь благословение благодать это не не заслуженный бесплатный дар правильно а халява это от кого подарок от сатаны нет нет сатаны неизвестно и этим плохо вы когда им слышали историкой какой-то горячей точке дети подрываются подбирая подарки на дороге игрушка схватил нет ребенка вот тем и отличается халява от благодати которая исходит от отца светов ты никогда не ошибешься принимая благодать но чтобы ее принимать ее нужно различать вы знаете что иисус пришел на землю покорить мир вы знаете об этом он пришел установить власть свою на земле разве я что-то неправду говорю дьявол знал это и пришел ему это предложить мир ты пришел завоевать я тебе его да и знаете что он сказал от тебя мне не надо в отличие от многих-многих верующих людей которые сегодня когда видят что-то идет в руки они уже считают что это благодать и даже чудеса многие подорвались на таких чудеса простите что скажу приходит иисус христос и написано одно из проявлений божьего сына знамение чудеса приходит апостол павел читайте это в библии и говорит признаки апостольства явились на мне и в как и и одно из перечисляемых признаков один знамение чудеса фессалоникийцам открывай придется тома признаки знамение чудеса кашляши то разобраться то итак друзья притча двадцать пять четырнадцать говорится что тучи и ветры без дождя то человек хвастающий хвастающий ложными подарками не всякий подарок является облаком с дождем и есть просто пустые подарки пустая такая благодать за которой бога вообще нет это не благодать это халява то что мы называем как убедиться у всех наверно уже есть такой вопрос как убедиться что я живу в благодати даже если мне хорошо даже если моей жизни уже все устроилось как убедиться что это благодать а не например ловушка мы в церкви мы под защитой на римлянам 517 приступаем к вопросу управления вы здесь друзья римлянам 517 говорится следующая блистательная истина ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного а сейчас внимание то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни скажи со мной в жизни посредством единого иисуса христа теперь написано что если преступлением одного кто этот один адам правильно смерть царствовала посредством одного что это значит из-за него смерть царствовала где она царствовала разве она царствовала где-то в потустороннем мире нет она царствовала на планете и мы все видим последствия болезни грехи проклятия смерти то есть смерть царствует здесь на земле физически ощутимо видно глазу что она царствовала мы все в этом жили и мы знаем что это такое и апостол павел противопоставляет этому и говорит конкретно где должно быть осуществлено царство сейчас мы дойдем что такое царство на самом деле он говорит приемлющее обилие благодати то есть люди которые считают что они приняли благодать и дар праведности он говорит буду царствовать жизни не написано даже что это в жизни вечной как многие думают попадем туда и там хоть что-то от нас будет зависеть здесь должно зависеть он говорит если ты принял благодать ты должен царствовать и это не сводится только к тому что ты будешь царствовать и властвовать изгоняя каких-то бесюков которые все еще гнездятся где-то неподалеку то есть эта власть должна быть осуществлена в жизни здесь написано во всей твоей жизни о возможно ли это конечно возможно раз библия говорит об этом правда да будут царствовать в жизни посредством единого иисуса христа то есть из-за того что адам сделал то что он сделал мы видели смерть из-за того что сделал иисус мы должны вернуть царство которое потерял адам он его нам вернул я имею ввиду иисус написано посредством единого иисуса христа так значит мы можем царствовать но раз обилие благодать теперь давайте разберемся что такое царство царство в русских народных сказках выглядит следующим образом не только в русских спокойно россияне выглядит следующим образом лежит какой-то человек абсолютно без мозгов глупый король такой наш которому только и делают что подносят еду у него обязательно какая-то умная принцесса дочка непонятно в кого пошедшие и он значит лежит и царствует ку-ка-ре-ку царство лежа на боку вот так это выглядит и к сожалению дорогие друзья я ничего против русского фольклора не имею это всех нас касается но я просто хочу сказать дорогие друзья что этот образ царства он есть в каждом из нас неправильный образ царства когда за тебя все делают и тебя только скармливают подносы с яствами с едой мы царство мы короли пришел я тебе хочу сказать хочешь проверить насколько ты царствуешь вообще вот даже забегая вперед задай себе вопрос ты кто там за дверью где нет церкви здесь ты помазанник крутой все эти уважаются жмут руку там и знаешь вот это чуть ли не могут расхланиваться перед но выйдешь ты в мир ты кто а мы перед миром не рисуемся мы в царстве ну подожди написано царство в жизни значит тебе пора на небеса раз ты собрался царствовать только там ты должен что-то значить на этой планете в жизни точно так как значил адам до своего преступления точно так как значил иисус иисус это тот на кого мы стараемся быть похожими а если честно мы похожи внутри где-то очень глубоко и он свое царство не прятал он не говорил я тут только среди верующих да он такой прорывался так и отвоевал территории шел так что там написано ученики шли за ним ужасались куда ты идешь там убить хотели еще недавно он шел просто вот так знаете устанавливал свой закон ему говорят тебя царь ищет эй ира хочет тебя убить слушай сюда передай этой лисицу я здесь буду столько сколько надо и уйду тогда когда сам решу никто не отнимет у меня жизни пока я не решу ее отдать ни у кого нет власти отнять у меня жизнь ты можешь сегодня такое сказать все под контролем это тут на кого мы стараемся быть похожими все под контролем дух контроля выйди да это не тот контроль это нормальный контроль это контроль небесного царства это управление запиши огромными буквами себе или в мозгах или в тетради лучше и то и второе управление это и есть царство царь который ничем не управляет это бестолочь а не царь это позор государства когда царь ничем не управляет мы знаем такие истории когда царь лежал ничего не делал государство люди мучились такие ужасные вещи происходят он лежит он царствует павел высмеивал это говорит вы уже стали царствовать это вот такой вид царства он говорит а потом говорит если бы вы царствовали мы бы царствовали вместе с вами потому что мы то пришли сюда устанавливать управление божье а вы царствуете каким-то непонятным царством если вы как мы были то мы бы были вместе но что я имею против вас он сказал это не царство как это называется можно сказать только не церковным словом ну ладно не скажу итак обилие благодати он говорит дано для того чтобы ты мог управлять иисус он так радовался этому иисус он так радовался представьте он однажды посмотрел как все происходит игре возрадовался в сердце говорит господи славлю тебя вот реально славлю тебя что ты открыл этом ну не мудрым и разумным этим деткам и потом горит радуйся малое стадо бог отец ваш благоволил дать вам царство я возвращаю вам возможность все контролировать своей жизни как только вы захотите полно владычество говорит я вам его хочу вернуть я пришел сюда не для того чтобы взять и напичкать вас какими-то бесплатными подарками я пришел дать что-то лучшее возможность управлять своей жизнью который ты не имел пока был грешником кто бы мне сейчас из грешников сказал ну я управляю своей жизнью врешь даже если видимо ты всем управляешь когда тебя никто не видит ничем ты не управляешь ты в плену своих похотей там и прочее прочее в итоге все равно все у тебя будет плохо дар праведности а тяжел в этом контексте я бы мог о нем сказать современным словам дар праведности это то когда у тебя все будет и тебе за это ничего не вот праведник он так и живет он может иметь все но в отличие от грешника у которого может быть все ему за это ничего не будет а грешнику будет чтобы он там не имел поэтому такая привилегия и он говорит представьте радость божья он говорит я так радуюсь сегодня что я принес вам эту возможность взять все в свои руки сегодня снова я не радуюсь того что даже там знаешь как ну какие-то вещи в твою жизнь приходят они у всех приходят знаете конечно в библии написано что нечестиво нам сберегать богатство для праведного но это так случается иногда что ты не видишь этого может на следующее поколение сбережется и ты думаешь ну жил богатый умер богатый а мышцу 72 псалом почитайте как он убивался грешников от этих от жира глаза выкатились говорят что хотят гуляют по всей земле знаете как вот он путешествует ничего ему нет у него везде связи творит что хочет есть такое и ты иногда как верующий думаешь да кажется вот от таких все зависит они от нас вот это и плохо что ты так думаешь иисус радовался его томление сердце было вернуть людям возможность хоть чем-то управлять своей жизнью а с большего не чем-то а всем и управление это то чего ждет бог от тех кто говорит что принимает благодать всегда можешь проверить принял ты эту благодать по-настоящему или только ты говоришь об этом как это видно из того как ты управляешь ну давай даже просто пример тебе с обычным грехом приведу люди которые не могут победить грех своей жизни много лет например и что-то делается время и делают и делают они приняли благодать или нет и как понять вообще с одни говорят приняли мы веры ну приняли же ну вот он ходит церковь другие говорят нет потому что не видно согласитесь что это вызывает замешательство дорогие ну как с одной стороны принял но слово же говорит принял исповедует иисуса господа но когда его никто не видит он исповедует так что вот делает этот грех вот тебе исповедовал так принял или нет непонятно понятно визуальное проявление видимое того что человек принял благодать он начинает управлять жизни он не оставляет это как бог даст я сегодня может быть шагну еще в такие знаете моменты когда люди знаете говорят утром а сколько вы детей собираетесь иметь они говорят как бог даст так интересно я знаю что особенно таких очень консервативных церковь церковь так и говорят я думаю вот интересно когда ты кидаешь деньги в ветерко и говоришь что ты сеешь и потом пожнешь когда ты ну ты говоря вот как сегодня брат говорил там посоветуйся с господом ну хорошо даже если ты советуешься когда ты начинаешь засевать огород кто сеет бог или ты потому что написано бог дает только семя сеющему и в этом вопросе также все там сделал все ты здоров нормально семя есть он осеет или нет ты решаешь советуйся с ним и делай это а не так сколько бог даст открыл для себя земли и ты такие смотрят вот это да вообще на самом деле и вот она сила в управлении ты не осуществляешь его знаешь как говорят в народе от балды ты советуешься с богом сколько тебе сеять и правильно делаешь но в этом и состоит сила управление и он горит и тогда подаст посеянному вами обильный урожай но если ты не советовался сделал сам ну ты делаешь какая в вопросе даже рождения детей ты можешь делал поступать с мозгами кайновыми который как решил так и сделал значит что написано управление царство посредством единого иисуса христа это не значит что ты можешь делать что тебе вздумается но ты всегда должен посоветоваться с ним да и управить решить этот вопрос ты решаешь этот вопрос скажи на это твердо аминь апостол павел констатирует присутствие в своей жизни огромной благодати и невероятной силой смотрите как он это делает он говорит подвязаюсь сила его которая действует во мне могущественно когда я раньше читал этот стих когда только пришел богу вы тут друзья когда я раньше читал этот стих мне все время казалось ну конечно павел видел в своей жизни чудеса огромные большие проявления силы и поэтому он говорил она действует во мне могущественно не 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 у него было откровение иисус сказал вот как сегодня тоже было сказано вы примите силу когда сойдет на вас дух святой и поверьте что павел прежде чем увидел чудеса он сначала осознал очень сильно что он принял эту силу он пообщался с богом тот ему говорит я пошлю тебя далеко к язычникам давай там будут чудеса все будет но ему надо было подвязаться подвязаться от него нужно было подвязаться все благодать дана много силы дано некоторые теперь ничего не надо делать с точки зрения чтобы получить благодать ничего не надо делать но подвязаться чтобы благодать работала в твоей жизни вот типа потеть придется поверь и мы тебе и я тебя не буду даже обманывать в этом вопросе то есть надо подвязаться и он что-то делал он молился в духе день и ночь и говорил об этом я больше всех вас молюсь языками он выгребал эту благодать изнутри излитую на него он ее выгребал и становился проводником ее к другим людям я правду говорю скажи это слово подвязаться если ты не подвязаешься благодать будет тщетно и об этом говорится можно тщетно уверовать следующая ступень нашего сегодня нашего сегодняшнего учения я добиваюсь того чтобы каждый человек внутри просто у тебя выстроилось понимание устройство божьего по поводу управления тобой в жизни в жизни вообще человека бог создал именно для этого его главное предназначение было владычествовать вы все об этом читали в библии правда я чуть-чуть напомню вам в бытие первой главе 26 28 стих там написаны следующие слова и сказал бог сотворим человека по образу нашему по подобию нашему да владычествуют они и перечисляет на чем рыбы птицы скот написано и над всей землею и над всеми гадами у тебя есть власть а знаете что произошло гад пришел к еве и все вот гад первый гад самый настоящий над всеми гадами читай в двойном смысле здесь имеется ввиду демоны демоны потому что бог знал что будет и он сразу предупрям над всеми гадами уже зная наперед что приползет же шипеть ты думал когда-то так потому что здесь не все перечислено но гад перечислен уже тут когда гад придет владычествую над ним сразу же и дальше он говорит и сотворил человека по образу сыну по образу божию сотворил мужчину и женщину и благословил их тоже благословение да незаслуженный дар все им дал там полностью и сказал им бог плодитесь и размножайтесь наполняйте землю и вот главное и обладайте ею и ты подумал ну все теперь когда я это знаю когда я пойду на рыбалку рыбы все сюда пойду на охоту птицы звери даже стрелять не придется все подожди дальше написано я вас чуть-чуть веселю чтобы не спали отталки но вы молодцы и дальше говорится что произошло дальше над чем он поставил видите над всей землей человека поставил он говорит все что видит да твой глаз куда бы ты ни пошел у тебя есть власть над этим как мы сейчас говорим куда они ступят наши ноги все разбегаются аминь это мне когда-то один пастор говорил ты церкви открывать будешь а я еще никогда не открывал тогда церкви ни одной я говорю конечно и старался ничего не получал я даже не знал что надо делать вообще ну там проповедуешь кому-то ну люди не сходятся как в одну церковь думаю что это такое и он на меня стал злиться по мне ну такой рассердился и говорит ты наверное что-то делаешь неправильно я говорю ну хорошо вот ты открывал церкви в 90-х вот расскажи как вы действовали он говорит ну я выходил вот так вот библию брал на улицу куда-нибудь в переход он говорит у меня есть библия и сразу 30 человек собираются тебя слушать я говорю если я сейчас так сделаю вот так у меня есть библия 30 человек в рассыпную сразу бросится в переходе попробуй время сейчас не то методы нужны другие все нужно водиться если бы это работало во все времена все только так и ходили у меня есть библия тебя раз камнями побили так надо что-то другое поэтому да действительно бог поставил тебя над всем что ты видишь но есть одно но с чего нужно начинать это но не перечеркивающее то что я сказал а но это то с чего надо начинать с чего бытие 2 глава 9 стих говорится следующее произрастил господь бог из земли всякое дерево приятное на вид хорошее для пищи и дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла и смотрите пятнадцатый стих и взял господь бог человека и поселил его в саду эдемском чтобы возделывать и хранить его видите управление человеком оно началось с того что он должен был возделывать и хранить эдемский сад место собственного жительства амэн смотрите теперь мы двигаемся дальше тебе надо чуть-чуть думать головой и видеть образы эдем как всем известно переводится как наслаждение эдем это наслаждение это место где человек наслаждался и самое интересное что сейчас этим самым эдемом мы называем одно место которое ждет нас на небесах и место которое содержится внутри нас как сказал иисус царство божие внутри вас есть так и точно так же как из этого эдема выходили реки он говорит у верующего в меня из чрева потекут реки воды живой оказывается что место наслаждения это твоя внутренность он говорит царство внутри тебя есть и мы знаем об этом мы исполняемся духом мы наслаждаемся когда хотим и он говорит что однажды вот услышь меня сейчас однажды ты попадешь после того как твое тело умрет попадешь в это же царство которое сейчас обитает внутри тебя амэн теперь я тебе хочу вопрос один задать ты бы хотел попасть в то царство которое сейчас внутри тебя так все хорошо уже да большинство людей которым я верующим задаю этот вопрос хорошо если царство божие внутри тебя и ты говоришь что после смерти ты попадешь в это же царство божие вот то что сейчас внутри тебя это похоже на рай и большинство людей если если говорить честно я говорю ну бывает похоже но в большей своей части не очень это честный ответ правильный да честный не всегда и представьте человек получил первое самое свое жительство в эдеме месте наслаждения ему было сказано управлять этим наслаждением и а все остальное находилось за пределами туда текла река разделялась на четыре сейчас вам кое-что за процветание скажу может вы знаете но для меня это вообще образец всего что касается процветания мы сейчас говорим вот за управление представьте что в самом эдеме никакого золота не было а за пределами эдема было хорошее написано золото давай зачитаем из эдема выходила река 10 стих для орошения рая и потом разделялась на четыре реки имя одной фессон она обтекает всю землю хавила туда где золото и золото той земли хорошее и говорит и там бдалах и камень оникс то есть в этой земле куда текла одно из разветвлений реки было золото и драгоценные камни знаешь что это означает услышь меня сейчас это означает что адаму в отличие от нас не нужно было делать раскопок и искать золото он мог просто пойти вдоль реки и прийти в это место и если сегодня реки воды живой текут точно так из твоего внутреннего эдема и ты говоришь что на самом деле у тебя внутри рай тогда логично было бы задать вопрос почему бы тебе не пойти вдоль вот этой речки которая течет из тебя и не найти себе хорошую работу для начала или зайти в то место где у тебя будет достаточно для обеспечения твоей жизни достаточно для того чтобы построить бизнес церковь еще какие-то вещи оказывается это не зависит от поисков лихорадочных все управляемое изнутри если бы ты сегодня молился как апостол павел как написано он говорит я больше всех вас молюсь языками вот же оно и есть текут реки воды живой одна из них течет в землю где ты точно знаешь что ты будешь процветать как она течет откровение получишь о том куда тебе идти пошел вдоль этого откровения и узнал где взять денег как получить квартиру машину что тебе там надо я сегодня говорю не за обогащение знаете что для адама в те дни и для меня сегодня например дороже чем золото в той земле что есть возможность пойти вдоль этой реки это такое чудо вообще любой человек который разбогател без этого он искал возможно нашел тысячи умерли не нашли но ты тот человек который сегодня не должен вообще искать он говорит не ищите а что надо делать ищите царство вот как только ты этот родник внутри себя обнаружишь он говорит начнешь наполнять АПС потом он разделиться на 4 и выйдет за пределы Эдема что это значит поведет тебе это откровение в жизни туда в те где же эта земля просто в те обстоятельства согласно откровению где ты просто будучи властью своей воли это не дело случая это результат твоего выбора идти вдоль этого откровения вдоль реки без всякой нервотрепки как без нервотрепки деньги не бывают без нервотрепки бывает я еще раз говорю Адам просто он знал где золото он его еще не видел но ему сказали пойдешь вдоль этой речки там будет золото все не ищи его Иисус нам говорит ищи прежде царства вот эти пойдешь вдоль них получишь откровение как много у тебя в жизни было случаев когда ты получал откровение где взять деньги я получал откровение о том как надо жить о святости там еще на многих вещах но когда заходят практично где взять деньги войди в молитву иди вдоль реки получи откровение и иди туда и возьми как много таких случаев было знаете что это значит ты не управляешь своей жизнью ты не знаешь как это делать и это случается с нами постоянно мы идем и начинаем как просто люди которые не имеют вот этой реки изнутри чтобы пойти вдоль нее искать там 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 где же эти деньги взять так может власть применить деньги сюда и слышишь туковеха пойду снова искать да не надо искать ищи источник внутри себя в один момент ты будешь молиться 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 и размышлять о том не что тебе знаешь это уже цель идет не именно как пойти в эту землю а дальше что нашел золото интересно зачем Адаму было золото вы думаете об этом может Бог предвидел экономическую систему мира и хотел дать ему деньги нет на самом деле рай который ждет нас на небесах он окружен стеной золотой с драгоценными камнями новый Иерусалим и внутри него находится этот самый рай там написано 22 глава книги откровения знаешь что посреди его города река древо жизни все там для исцеления народов то есть описывается полностью рай и написано что он в городе был художником и строителем которого в этот раз является Бог а когда он поселил Адама в этом саду я верю всем сердцем он хотел чтобы этот город построил Адам он ему говорит золото там сделай чертеж мы с тобой это сделаем мы с тобой это сделаем благодати достаточно владычество управляем круто амэн и последнее вы видите что все управление начинается с этого рая если ты не умеешь управлять своим наслаждением наслаждение будет управлять тобой если ты не умеешь взять и заставить себя наслаждаться взять и пойти древу жизни попить из источника воды живой вот тут тебя гад и ждет вот и написано гад пришел змей и обольстил человек который не умеет внутри достигать наслаждения с Богом пастор Илья за это проповедовал на конференции он даже говорил что исполнение духом похоже на как будто этот духовный оргазм я сижу рядом со своей женой и говорю слушай это что во что мы верим я еще ни от одного человека не слышал этого откровения которое сам имел думаю ооо вот поэтому я здесь сегодня слава Богу за вашего пастора дайте еще раз Богу слава Богу и поэтому человек который не умеет сегодня наслаждаться внутри Богом исполняться духом он не может управлять а как связано наслаждение с управлением очень просто когда ты не умеешь управлять своим наслаждением знаешь что ты начнешь делать теперь все кто консультирует людей внимание ты начнешь контролировать людей у тебя внутри у тебя нужда и тебе кто-то нужен чтобы эту нужду сейчас насытить не дай Бог ты в таком состоянии замуж соберешься выходить или жениться конец твоему мужу или ну жене человек которому скучно самим собой он пустой внутри он изведет своего супруга до смерти как только они потеряли наслаждение сразу обвинять друг друга начали да это он да это она да это змеи там вот пример это значит что когда ты теряешь власть они стали обвинять друг друга когда потеряли управление над наслаждением над раем все проиграли сразу ты виноват как только ты не наслаждаешься в жизни с Богом тебе нужно будет жена чтобы восполнять твои душевные нужды а я тебе хочу кое-что сказать она не предназначена для этого серьезно серьезно многие верующие говорят это супруги они восполняют нужды друг другу вообще не это они не созданы были в раю не было нужд никаких не было там нужд никаких зачем им нужно было знаете что делать вдвоем управлять наслаждением то чем настоящая муж с женой занимается как мы еще насладимся давай вот так давай туда пойдем давай сюда пойдем давай в конце концов Богу служить будем и наслаждаться давай вместе молиться давай еще что-то делать и когда мы Заметьте, что они жили В месте наслаждения вдвоем И там же встречались с Богом Там больше ничего не было Только наслаждение приносило Встреча с Богом и общение друг с другом Вот что такое настоящая семья И когда нет наслаждения Нет никакой семьи И есть только претензии Амин Поэтому настоящие верующие люди Когда начинают ругаться в семье Они обычно задают друг другу вопрос Ты сегодня молилась? А ты сегодня молился? Да, все, по углам молимся, потом встречаемся Вышли такие, ну что, ты готов покаяться? А ты, нет, снова молиться Как только Ева потеряла управление Над наслаждением Я могу много за это говорить, но не буду Сразу же Все изменилось Туда, когда они могли пойти Из этого наслаждения взять золото Эта возможность исчезла Теперь люди ищут золото по всей земле Мучаются Не могут найти, где же это процветание Где оно? И как же была к нам сегодня Бог Поместив этот рай Когда не надо ехать в Месопотамию Или где он там был И искать его Он говорит А теперь внутрь тебя вложу это Хочешь проверить, каково небесное царство? Спроси себя Готов ли ты в вечность жить там Вот в том, что у тебя сейчас внутри Думаешь Сразу все меняется Если бы я тебе сейчас сказал Вот если внутри тебя небесное царство Вот в нем ты будешь жить в вечность И большинство бы людей Дорогие Если сейчас не брать Вот теоретическую часть И сказать Да ну ты что? Что это за рай такой? Столько конфликтов внутри Столько всего вот этого бывает Не хочу я такой рай Может там что получше есть? Но если честно Там будет то, что у тебя внутри И Библия говорит об этом Выйдет огонь изнутри Пожрет вас Адский огонь Я не имею ввиду верующих людей Грешников Откуда вы где-то огонь? С неба? Нет Какой-то там ад Как мы вчера шутили Ты уже, голубчик Давно в аду Можешь сказать Какому-то своему грешному соседу И говорит Это мучение Которое у тебя есть внутри Из-за которого ты пьешь водку Ты в нем будешь жить Всю свою вечность Оно не где-то там Это мучение Бог ничего не изобретал Все внутри тебя И Царство Божье точно так же Оно однажды Просто выйдет из тебя И охватит тебя Ну извини, что вот я так скажу Может быть Понятным, образным языком То, что внутри тебя В том ты и будешь жить вечность Потому и написано Верой Входим мы И спасаемся Амэн Что-то надо внутри себя Там начать делать Давай Богу славу дадим Итак, мы подводим итог Дорогие Управление в жизни Начинается с тем Что ты управляешь Наслаждением внутри себя Вот эти вопросы Бог не положил мне в сердце Он меня не наполнил Это не от него зависит Это зависит от тебя Он говорит Адаму сказал Чтобы ты хранил это И возделывал это А потом, говорит Еще есть золото Построишь забор Чтоб гады не лазили Я шучу Но на самом деле Он говорит Потом процветание Потом мы с тобой будем строить Мы будем творить с тобой Мы будем с тобой Такие великие вещи делать Я верю, что Знаете, написано Что Новый Иерусалим Это скиния Бога с человеками Там И Бог так и хотел сделать в раю Здесь, на земле Говорит Мы с тобой это сделаем И будем здесь жить Что это за жизнь Какая замечательная жизнь Рай Золото И Бог с тобой И сегодня, когда Он говорит А теперь этот рай Внутри тебя Если захочешь Правлять Будешь строить Дам тебе золото И я скажу тебе Где оно И Библия говорит Сокровища Скрытые во мраке И я скажу Где они Что ты ищешь Там Работу И я скажу Где работа Тебе не искать надо Если бы ты все То же время потратил Чтобы воды Дошли до твоих мозгов Из духа Ты бы уже знал Куда пойти И ты бы можешь Постучаться Сказать Да-да У нас уже место Для вас Ну где же вы ходите А вместо этого Ты стучишься в двери Как бомж Последний Говоришь Возьмите меня на работу У меня тут образование Там ну А тебе говорят Иди отсюда Мы тебя здесь не ждем Много таких как ты Вместо того Чтобы прийти туда Напоены Божьим наслаждением А не только ты зашел И они Знаешь Обомлели Пережив тебя Сказать Ооо Да-да Мы вас ждем Конечно Это все возможно Подвизайся Обилие благодати Написано Царствует Приемлющее Принял Царствует Если не собираешься управлять Благодать вообще не для тебя Потому что благодать Это сила У-прав-ле-ни-я Аминь Дай Богу славу Аминь Поэтому за какую Все я заканчиваю За какую бы сферу Ты не взялся Видишь у тебя разруха В какой-то сфере Хочется там порядок навести Не надо говорить Боже Излей твою благодать Все Ты принял благодать Ты же сам об этом говоришь Теперь Скажи Господь Я тебе обещаю И я берусь за это Вот Своими руками Не получится С первого Второго Третьего Не отстану Пока не получится И он тогда сказал Вот таким как ты Детям Которые просто в простоте Будут долбить Пока не получится Моя благодать Ее обилие Все принадлежит Но если ты не собираешься управлять Ну грешникам благодать не принадлежит А грешники ничем не управляют в жизни Когда ты говоришь Ну может Бог мне не дал Там дар какой-то быть лидером И если только ты соберешься это делать Благодать заработает очень сильно Она начнет производить в твоей жизни Все что нужно Потому что написано Нет никакого недостатка В духовном благословении Для тебя Все дано Все уже совершено Ну все что только можно Даже рай уже не в Месопотамии А внутри тебя А тебе все еще нужно Треснуть иногда Чтобы что-то насладиться Ну и не тебе Ты скажешь Что ты такое говоришь Здесь все святые Ну я знаю О чем я говорю Может быть тебе еще до сих пор Кого-то надо унизить Чтобы хоть успокоиться Внутри свое вот это Бушующее море Может еще до сих пор Тебе нужно поругаться с женой Чтобы хорошо себя чувствовать Люди которые живут в раю И наследуют царство Они этим не занимаются Если бы ты наслаждался внутри Ты бы сегодня не сидел И голова бы не раскалывалась Где взять денег Ты бы знал Что сейчас я пойду Река Все Пойду вдоль нее Как Давид говорит Потеку путем откровений Заповедей твоих И я найду эту землю А тот с ног собьется Тоже верующий Но ты человек Который решил Управлять своим наслаждением Возделывать его Все что нужно И когда ты достигаешь Этого наслаждения Знаешь я так скажу тебе Запеленгуй его Запомни и храни Повышай уровень Ты сможешь управлять всем Все будет содействовать Ко благу любящим Бога Написано все Знаешь что это такое Бог взял и дал приказ Всей земле Как только ты захочешь Управлять Как только ты захочешь Быть похожим на Иисуса Знаете для чего там написано Все содействует Ко благу Все обычно на этом заканчивают Дальше написано Чтобы нам быть подобными Ему Все содействует Ко благу Тем Которые хотят Быть похожими На Иисуса А он пришел Чтобы в конце Своего земного пути Сказать Да на мне Всякая власть И если ты не хочешь Ничем управлять Ты никогда так не скажешь Можешь говорить Сколько хочешь И ничего не поменяется Но как только ты решил Что я буду царствовать В жизни Посредством единого Иисуса Христа Я буду управлять Я не буду пускать На самотек Благодать на благодать И благодатью погонять Это правда Но только для тех Кто хочет управлять Скажи я буду управлять Я буду царствовать И обилие благодати Для меня Все содействует Теперь ко благу Амэн Давай дадим Богу славу